Приветствую всех зрителей и особенно подписчиков. Прежде чем начать, хочу спросить у вас, на какую тему за последнее время были самые массовые протесты в Казахстане. Конечно, без учета попытки госпереворота в 2022 году, так называемые январские события или кантары. Это немного совсем другая тема. Пока вы вспоминаете, или наверняка уже вспомнили, вернемся к этому позже, хочу вот о чем рассказать. Не все казахстанцы до сих пор в курсе, а некоторые и не хотят, чтобы были в курсе. Всем любителям Евросоюза и тем казахстанцам, которые мечтают собственно с Казахстаном туда срочно и немедленно вступить в этот самый ЕС. Любителям все тех же кружевных трусиков, где манна небесная и все уже точно будет зашибись. Хочу просто напомнить тем, кто забыл, а тем, кто и не знал, рассказать про одну незначительную деталь, так, пустячок, который старается не то что сильно не афишировать, но и вовсе не упоминать все активные агитаторы побега Казахстана в Евросоюз. Ну что, вспомнили, на какую тему были самые массовые протесты в Казахстане? Вспомнили. Да, они были категорически против продажи земель Казахстана в частные руки иностранцам. А так, каждый казахстанец должен знать, если до сих пор этого не знает, что одним из главных условий вступления в Евросоюз является, внимание, любая страна после вступления в ЕС обязана будет разрешить продажу земли в собственность иностранцам. К примеру, сейчас Молдавия будет проводить референдум о присоединении страны к Евросоюзу. Так вот, тема с разрешением продажи земли в частные руки иностранцев вообще не поднимается в медиапространстве. А любое ее даже незначительное упоминание моментально аппаратом нынешнего президента Майи Санду редактируется, либо изымается, удаляется. Не дай бог граждане страны узнают про такое или вспомнят. Так вот, казахстанцы, и особенно те, кто участвовал в тех массовых протестах о запрете продажи казахстанской земли иностранцам. Вы все еще хотите кружевные трусики? Вы все еще хотите в Евросоюз? У меня все. Продолжение следует...